Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, предоставления льгот и субсидий, жалобы на работу микрофинансовых организаций. Прокуратура ответила на все вопросы, которые в марте поступили на горячую линию национального телевидения Чувашии. Часть из них прозвучала в прямом эфире с прокурором Андреем Фоминым, остальные проработали сотрудники ведомства. По всем обращениям люди получили ответы и разъяснения. На деятельность микрофинансовых организаций и кооперативов по предоставлению кредитных средств пожаловались несколько человек. В первую очередь, конечно, касается тех обращений, когда обращались лица пожилого возраста. Так, в ходе подготовки к прямой линии обратилось несколько пожилых граждан, которые внесли свои денежные средства в потребительский кооператив «Юлдаш», и которые, к сожалению, в последующем не смогли вернуть деньги эти обратно, когда они захотели это сделать. В этой связи прокуратура в интересах данных граждан обратила в суд с исковым заявлением, в котором поставила требование о возврате данных средств принудительных данных кооперативов, и в настоящий момент данные исковые заявления находятся на рассмотрении судов. Мы думаем, что данные о ней и эти заявления в последующем удовлетворятся, поскольку такая практика рассмотрения данных дел уже имела место в Чувашии, и будем надеяться, что в ближайшем будущем данные граждане получат причитающиеся им денежные средства. Не просто них, а не просто эти средства, но и проценты, запользованные чужими деньгами. Всего на горячую линию поступило более 40 вопросов. В результате организованы проверки по кустарному изготовлению спиртосодержащих веществ в районах республики, по работе нескольких микрокредитных организаций. Такие программы с участием прокурора Чувашии на национальном телевидении будут проходить и дальше. Задать интересующие вопросы люди могут, обратившись с электронным письмом, на сайте ведомства или портале госуслуг, или придя на прием граждан.